Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Скандальная телеведущая Анфиса Чехова всегда любила эпатировать публику. Кого-то из зрителей это безмерно раздражало, а кому-то поведение Чеховой очень нравилось. Но далеко не все лайкеры и дизлайкеры знают, что на самом деле Анфису зовут Александра Корчунова. Ей 42 года и стала на той самой Анфисой совсем не сразу. Красивая и обаятельная Саша до того, как покорила сердца миллионов мужчин, пробовала свои силы в разных творческих направлениях. Она играла в театре, озвучивала мультипликационных героев, участвовала в фотосессиях для гламурных изданий и даже успела сняться в кино. Правда это были роли второго плана или эпизодические, но все равно они стали важным опытом в профессиональном становлении девушки. А вот на телевидении Анфиса всегда была в авангарде. 2009 год стал знаменитым для Чеховой. В личной жизни актрисы наметились серьезные изменения. Анфиса влюбилась в тбилисского артиста Гурама Баблишвили. Их романтические отношения длились два года. Развивался роман непредсказуемо и чрезвычайно быстро, что вполне оправдано грузинским происхождением избранника. Чехова родила от Гурама в 2012 году. Сын Соломон появился на свет в мае. Однако законный брак пара заключила лишь спустя три года после рождения ребенка. Свадьба проходила очень торжественно. За особой атмосферой молодые полетели на Сейшелы. Первые месяцы супруги буквально светили счастьем, но оно длилось всего несколько лет, после которых Гурам и Анфиса развелись. Сейчас 40-летний и уже бывший муж Чеховой продолжает играть на театральных подмостках. В его планах серьезное построение артистической карьеры. Восьмилетний Соломон отлично владеет не только русским, но и грузинским языком. К тому же он увлечен изучением английского. Несмотря на то, что родители развелись, они сохраняют добрые отношения, поэтому мальчик часто общается с отцом и гостит у многочисленных родственников Грузии. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!